В Болгарии всё в правильном порядке. Сначала Рождество, потом Новый год. И хотя Болгария страна православная, Рождество сюда приходит 25 декабря. В предпраздничное время в армии проходит огромное количество разноплановых мероприятий. Только успевай посещать, если твоей душе угодно. Художественные выставки, разнообразные концерты, на которых выступают и народные коллективы, и профессионалы, начиная от популярной музыки и заканчивая оперными певцами. Поэты, писатели, путешественники представляют свои книги, выпущенные в уходящем году. Повсюду проходят позары, на которых можно купить сувениры к Новому году, а также различные мастер-классы, где можно научиться изготавливать эти сувениры самостоятельно. И всё это бесплатные мероприятия. Или благотворительные вырученные от них средства пойдут на помощь конкретным людям. И чаще всего это, конечно, дети. Ну, а для россиян, проживающих в Болгарии, череда новогодних праздников длится более месяца. Мы начинаем готовиться к Рождеству вместе с болгарами, а окончательный Новый год к нам приходит, конечно же, 13 января. Я уже рассказывала в своих видео о некоторых рождественских мероприятиях, на которых побывала и в прошлом, и в этом году. Сейчас расскажу ещё об одном, на котором побывало немало россиян, проживающих в Варне. Проходило оно в морском казино Варне, где несколько мастеров выставили свои работы в преддверии Рождества и предоставили возможность всем желающим приобрести прекрасный подарок для своих близких и разных. На открытии выставки участники поздравляли всех присутствующих с Рождеством и представляли свои работы. Предлагаю и вам познакомиться с этими чудесными произведениями, творениями человеческих рук. Да, на този праздник. Можете ли я днъж? Добре души. И така, как аз ми Тяанна Кръстива, занимавам се с рисуване на идеи от стакла. И от няколко години изработваме украшения над уголна техника и монавилане. Добре вечер! Добре вечер! Добре вечер! Добре вечер! Добре вечер! Искам първо да благодаря на организаторите за това, че да ни покани в студио, Галя Милена и представаме тук нашите така ни изделия. Кажем ешко! Искаме, освен да възвърнем на старите традиции, да съхраним това изкуство, което е едно от най-древните занаяти, още във първобитно общения строй. Чак през средновековето се появява горизонталния стан, на който ние тъчем. Искаме, стъпвайки на базата на фигурите, които са използвали нашите баби и права баби при такането, съвсем много по-модерни и оттъкани, които да предадат една екстравагантност във всеки дом. Кажем ешко, което си вечер е в семичек в батилието. Не се пада много по приказките. И сънадъм че да го госпите всичко, което е заработено тук на изложмата от търво е мая. И мисля, че е достатъчно добре. Достатъчно гори за мен. Благодаря Ви и весели праздни! а какой праздник без вина тем более это болгария и один из болгарских виноделов угощал всех присутствующих вином и предоставил нам возможность познакомиться с его продукции знаете я думаю это прекрасный пример того как можно красиво и ненавязчиво знакомить людей со своей продукции предлагать им стать клиентами согласны со мной